А они ведут эти деньги? Старые. Просто старые, потом и не берете. Да, банки принимают еще. Это все купюры с банка принимают. Мне очень интересно, что старые просто не берем. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Как вы знаете, с 1 октября у нас уже не принимают гривны старых образцов и монеты 25 копеек. Какие именно банкноты не принимают и куда их сдавать, в какие сроки, вы узнаете в этом видео. И я покажу, как они реально выглядят под ультрафиолетом. Это очень интересно. Наверняка вы такого не видели. И покажу очень редкие, не выпущенные банкноты 50 и 100 гривен. Сколько стоят старые банкноты на рынке коллекционеров? Почему их не нужно сдавать? Я покажу в этом видео. А в конце видео будет розыгрыш. И вы узнаете, кто победил в конкурсе с комментариями и получит эти банкноты и монету 2 гривны, покрытую настоящим золотом. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Как только появилась новость, что старые банкноты и монеты 25 копеек хотят отменить, я начал ими активно расплачиваться. Давайте посмотрим реакции продавцов на старые деньги, которые еще в тот момент были действующим платежным средством. По 25 копеек тут пятерка. Хорошо. Вы их еще принимаете? Да. Хотел спросить, а вот такие еще сотки уходите? Нет, еще 2 рубля. А еще 2 рубля? Сейчас. Нет, мы не принимаем уже. Не принимаете. Это в банке. А что не принимаете? Ну, старые. Просто старые потом и не берете. Да, в банке принимают еще. Это все купюры в банке принимают. Не, не просто интересно, что старые просто не берем. У меня встали столько не сильно новые деньги. Держите. Это что за деньги? Ну, что гривен? Серьезно? Ну, просто прошлых выпусков, но они действующие. А? Действующие. А они ведет такие деньги? Ну, какого года рождения? 2000. Ну, они 92-го. Можете спросить у администратора. Я просто не могу принять такие деньги. А чего? Ну, не знаю, мне сказали, они не выпить ходят уже. А, еще до октября ходят, точно. Так я не соответствую за них, я кассет. А я не знаю таких денег. Ага. И я не могу дурать на себя ответственность и сдавать в банк такие деньги. Ага. То есть, хорошо. А как узнать стоимость той банкноты, которая у вас? Я рекомендую портал Violet. Здесь вы можете посмотреть реальные цены. И даже купить себе или что-то продать. Смотрите, заходите в поиск и вписывайте ту банкноту, которая вас интересует. Например, 1 гривна 1992 года. Но мы не хотим ее покупать, мы хотим узнать реальные продажи. Поэтому смотрим в проданных лотах. Нажимаем поиск. И нам выдается банкноты, которые продавались. И мы видим в описании, в каком они состоянии. Вот Uncirculated. Подпись, которая на этой банкноте. И вот мы видим, что было продано в 2020 году за 100 гривен. Есть состояние, конечно, похуже. И цена соответствующая гораздо-гораздо меньше. Так можно посмотреть конкретно интересующую вас банкноту. И 2 гривны. Вот смотрите, такие ориентировочные цены у нас по 55 гривен. И больше были в зависимости от состояния. Конечно, если пресс, то гораздо лучше. Ну и от рынка. Насколько сейчас актуально. Насколько сейчас люди этим интересуются. Насколько сейчас тема банкнот и банистики растет. Вот вы можете посмотреть. Ориентируется на цены на Violet. Дальше я покажу вам цены в каталоге Максима Загреба. Специальный каталог по банкнотам. Здесь указаны цены максимальные, вот такие прогнозируемые на банкноты в идеальном состоянии. Так что на них ориентироваться можно. Но лучше ориентироваться на цены продаж. Здесь и сейчас. Потому что постоянная ситуация меняется. Давайте посмотрим цены в каталоге на все банкноты, которые уходят. Также посмотрим на эти банкноты под ультрафиолетом. Это очень интересно и красиво. Итак, первая банкнота у нас. Это 1 гривна 92 года. Значит, что мы здесь видим? Видим единичку. Вот так вот подсвечивается номер. Руины Херсонеса здесь. И по стоимости данная банкнота есть двумя подписями. Это Гетман и Ющенко. Где-то 225-350 грин по каталогу. Следующая банкнота. Это 2 гривны. Есть разные подписи. Подпись Матвиенко, Гетман и Ющенко. Самая дорогая это подпись Матвиенко. Видим вот такая вот двушечка. Просвечивается в ультрафиолете довольно красиво. И с обратной стороны у нас собор Святой Софии Киевской. И номинал мы видим. 2 гривны написано. По стоимости 850 гривен стоит Матвиенко, Гетман 200, Ющенко 125 гривен. Дальше у нас пятерка. Очень красивая банкнота. Здесь что-то по-разному оно как-то выглядит. Видим пятерочки просвечиваются. Есть подпись также Матвиенко, Гетман и Ющенко. Самый дорогой Матвиенко. Но, конечно же, он циркулейтед. В состоянии до 1000 гривен может стоить такая банкнота. Но рынок показывает, что, конечно, гораздо-гораздо дешевле. В 2-3 раза бывает стоимость дешевле. Так, следующая банкнота это 10 гривен. Она у нас есть подписью Гетмана и Ющенко. Они очень дорогие. Порядка 210 гривен за Гетмана. Подпись Ющенко 275 гривен. Также стоимость по каталогу Максима Загреба. Вот так выглядят у нас десяточки. Довольно прикольно. Иван Мазепа у нас на номинале. Двадцатка. Очень красиво, гляньте, как у нас 20 отображается. У нас Иван Франко и Львовский оперный театр. Есть подпись Гетмана стоит 310 гривен. А подпись Ющенко 375 гривен по стоимости. Следующая банкнота у нас 1 гривна. Есть с разными подписями. В данном случае от серии зависит. Стоимость есть чуть подороже серия 1994 года. Вот так она, гляньте, как просвечивается. Такие круги довольно интересные. До 225 гривен такая банкнота в идеальном состоянии. Это тоже по каталогу. В реальности она гораздо дешевле. Вот смотрите, как отличаются банкноты, которые первой версии и второй. Какая вам больше нравится? 92-го или 94-го года напишите, пожалуйста, в комментариях. 2 гривны у нас 94-го года. У нас Ярослав Мудрый. Подпись у нас Ющенко есть. Тут собор Софии Киевской у нас. 2 гривны. Гляньте, как они отображаются. До 250 гривен такая банкнотка стоит максимум в самой разновидности. Дальше у нас 5 гривен. Здесь подпись Ющенко. Мне не очень нравится защитный формат. Совсем очень мало. 300-325 гривен стоит максимум такая банкнота по каталогу. Ну, также от состояния однозначно, как я говорил, она зависит. Так, ну, в целом не очень мне банкнота вот так визуально нравится. Десятков тоже. Вот такая у нас защита. По стоимости оценили их до 300 гривен. Вот видите, какая красивая Киево-Печерская Лавра. Вот, и Иван Мазепа у нас изображен на этой банкноте. Подсветка классно в ультрафиолете выглядит. Дальше у нас 20-ка. 20-ка. Тут у нас максимум она 375 гривен оценивается в идеальном состоянии. Очень красивый Львовский оперный театр. Мне нравится, как оно подсвечено. Потрясающая банкнота. Действительно, очень-очень красиво. Следующий номинал у нас, конечно, покрупнее. Это уже 50 гривен. Михаил Грушевский. Дом Центральной Рады Украины. Вот такой полтинник мы видим. По стоимости, конечно, в серии АА эта банкнота стоит до 700 гривен. По каталогу. Ну, в реальности, я думаю, гривен 400. Ну, гляньте, мне очень нравится, как 50 выглядит. Выглядеть так же у нас и на сотни отображается на просвет в ультрафиолете. В серии АА 675 гривен будет дальше стоить. А другие серии немножко подешевле. Ну, видите, как оно отображается. Очень довольно серьезная защита. Потому что банкнота 100 гривен. Это довольно такая серьезная банкнота. Это у нас 200 гривен. Подпись Гетмана. Видим 200-ку. Тут вот такую подсветку. До 750 гривен. Оценил ее Максим Загреба в своем каталоге. И мы здесь видим портрет Леси Украинки и Луцкий замок. Очень красиво. Но что самое интересное, что же я вам сейчас покажу дальше. Это неплатежная такая банкнота. Пробная 50 гривен с Грушевским. Михаил Грушевский и Дон Центральной Рады. Гляньте, отличается здесь первый вариант нанесения. В ультрафиолетовом цвете. Ну такая банкнота 1500-2000 гривен стоит в формате неплатежности, когда она прорезана. А если нет такой прорези, то этот джекпот нам может стоить и 20-30 тысяч гривен. Так что банкнотка очень-очень редко интересна в таком состоянии. И следующая банкнота это 100 гривен. Это 100 гривен пробный. Видите, как сотки у нас показаны, как на первых банкнотах этого года. Здесь, конечно, у нас Тарас Шевченко. Он немножко по-другому выглядит, чем на сотке уже 1992 года, которая пошла в оборот. Порядка также 1500-2000 гривен стоимость этой банкноты. Переходим к розыгрышу. Сейчас трансляция проходит в Инстаграм. И в этом видео вы видите уже запись. У нас три видеоролика, в которых разыгрываются подарки. Спасибо большое всем, кто принял участие. Писал комментарии в этих трех видеороликах. Сейчас я их покажу. Ну, специально есть сайт, на котором будет проводиться данный розыгрыш. А для того, чтобы определить, кто же победитель, мы выбираем нужный видеоролик. Здесь очень много просмотров, много комментариев. Так что шансы всегда есть. Главное, чтобы вы написали комментарий. Итак, первый видеоролик, в котором нужно было написать комментарий. Это вот этот. Скопируем ссылочку на этот видеоролик и вставляем ее нам в сервис. Он анализирует, что тут нам нужно проверить. Мы проверяем комментарии. Проверка подписки. Главный момент – это подписка и комментарий. Ну что ж, разыгрываем 100 гривен. Вот такую банкноту. С номером начинается на 0592277. Ну, довольно симпатичный номерок. Давайте начинать. Мне повезет. Нажимаем. Канализируются прямо сейчас в прямом эфире эти комментарии. 1900 комментариев. Довольно много. Ну, конечно, могло быть еще больше. Главное, чтобы у человека были открыты подписки. Чтобы было видно, что он подписан на канал. Буквально одна секунда. Ну что, Дима. Вот первый победитель. Как видите, у него есть подписка на канал. Проверила. Сервис автоматически проверил. Дима получает вот такую банкноту, которую я ему отправлю, пожалуйста, в течение месяца. Прошу, Дмитрий, свяжитесь со мной. Если там в течение месяца не получится связаться, даже никак ответить, будем что-то решать, будем переразыгрывать эту банкноту. Так что, пожалуйста, свяжитесь со мной. Но я пост сделаю обязательно. Давайте следующий. Следующий подарок. О, давайте сейчас перейдем не к банкноте, а к монете 2 гривны, покрытой золотом. Ребята, золотой слой. Мне ее делали. Очень круто выглядит монетка просто. Конечно, Национальный банк такую монету не выпустит, потому что здесь, во-первых, нужно сколько золота, чтобы выпустить. Давайте разыграем эту монетку. Здесь, конечно, условия немножко посложнее. Нужно было быть подписчиком и моего второго канала. Давайте мы попробуем это сделать. Делаем, вставляем ссылочку на видеоролик. Вот эти 2 гривны. И у нас, ну да, проверка подписки. И, конечно, нужно будет проверить, человек подписан ли на мой второй канал. Это очень-очень важно. Ну что, поехали. Мне повезет. Вот это, этот видеоролик. Здесь комментариев было, мне кажется, поменьше. Сейчас скажу, сколько. Всего 1000 комментариев. Спасибо большое за ваши лайки. Ребята, всем привет. Вообще, я такие конкурсы довольно часто проводил. Так что не впервой. Все честно, все четко, все отработано. Так что, если у вас есть какие-то призы, можем разыгрывать и ваши призы. Если вдруг вы хотите быть спонсором, спонсором таких розыгрышей. Ну что, у нас есть комментарий. Но нам нужно проверить, есть ли у него подписка на мой второй канал. Нажимаем подписки. И я вижу, что да, да, есть подписка Alex Money Academy. Плюс оно показало, проверило, что фартовый коллекционер. Ну что ж, батя, я могу только поздравить. Нет, к сожалению, аватарки. Но вот такой вот приз отправляется этому подписчику. Также, пожалуйста, в течение месяца я вам отвечу в комментарии. Здесь напишу пост. Но, пожалуйста, ответьте мне, чтобы я понял, куда отправлять. Так, еще осталась финальная у нас монета. Финальная, не монета, боже мой. Финальная банкнотка. Это можем тоже закрыть. У нас банкнота с красивым номером. Есть, кстати, классный видеоролик. Там, где много-много реакций. На вот эти деньги у меня было цело тысяча гривен вот такими старыми банкнотами. Реально меня посылали много где. Ну, короче, не хотели принимать. Прошу прощения, что-то у меня голос так подсел. Так, ну что, у нас, значит, тут нужно было просто быть подписчиком моего основного канала. Сейчас вставим этот видеоролик. Посмотрим, сколько комментариев. Здесь у нас также проверяем комментарии и подписки. Всего 500 комментариев. Ребята, гляньте, какие офигенские номера. Просто. Это 2233493. То есть, реально, куча двоек, куча троек. Блин, потрясающая банкнотка. Она прям не суперкосмос стоит много денег. Но действительно приятно просто положить. Я ее там как-то дополнительно не разглаживал, не мыл, не чистил. То есть, ничего. Она как была, но без суперглянти резких каких-то перегибов. Спасибо всем, кто ставит лайки. Ребята, у нас тут 15 человек. Давайте определять 595 комментариев. Вообще, очень мало. Главное, чтобы человек был подписан. Это самое-самое главное. Ну что? Так, ребята, а у кого тут есть, интересно, профиль на Виолите? Видите мне это позже. Сейчас еще кто-то дроблюшко идем. Ну что? Мы видим, Расул, вы оставили комментарий, хотели себе вот такую банкноту, и она ваша. Я могу только поздравить. Я напишу вам отзыв, напишу вам здесь под этим видео. Пожалуйста, в течение месяца со мной свяжитесь. Подумаем, как вам отправить эту банкноту. Среди тех, кто... Спасибо всем, кто посмотрел этот розыгрыш. Поздравляю победителей. Вот такие банкноты и монетка у нас уже обрели своих новых владельцев. Я проведу обязательно какой-то розыгрыш или на 50 тысяч. Я думаю, это будет в этом году. Так что, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Спасибо, что посмотрели этот ролик. И всем пока, друзья.